привет друзья еще маленький резачок антон грамма несмотря на мое отрицательное отношение к кайзеру там грамм орион мне нравятся резачки вот эти маленькие недорогие от танграма от дочки кайзер там грамма и в общем я стараюсь быть объективным вот значит так я в этом году оценил отличнейший нож там грамм santa fe и так как он мне очень понравился я пытался как бы еще найти что-то подобное немножко в другом формате вот поэтому я приобрел также там грамм прогресси он который сильно уступают в плане дизайна но не в плане изготовления здесь тоже тоненькое сведение это отличный резак но вот в плане дизайна он уступает и в общем на 11 я решила все-таки давайте-ка попробуем еще раз последний разок может быть будет что-то то есть орион будет может быть интересен интереснее чем прогрессия вот давайте я просто раз достал их чтобы понимали габариты то есть это примерно одинаковые ножи совершенно значит на этих двух стоят подшипники на этом шайбы стоят так значит что я хотел вам показать давайте пройдемся по нему он клиф я люблю варнклейф и 10 открытая конструкция насечки здесь у нас насечек нет поэтому отличие от прогресси он который когда открываешь вот проводится палец и очень неприятно ему здесь такого нет то есть этой проблемой он решен лишен поэтому в общем то это было одно из рода одно из решений при приобретении значит я покрасил клипсу это я уже заворонил ее прошу она потемнее было потому что я люблю темные на штанах особенно не бросалось в глаза так трибунки облегчение небольшое только с одной стороны вот значит фаски сняты все очень приятненько ну собственно они все там грамм очень неплохо сделано насечки нестандартные но кроме того кроме того что это просто понтовые насечки они хуже чем вот даже вот такие простые насечки на сантафе они получше останавливают палец чем вот эти понтовые двусторонние какие-то кроме того что это понтово преимуществ никаких вот значит ножичек маленький это флиппер так же как и в прогрессивании мне не оставляет ощущение того что дизайнер хотел чтобы это был полноразмерный нож и тогда бы он был бы прям и уберешь руку чувствуешь вот это нож а здесь ты берешь руку такой маленький ножичек маленький не нож а ножичек то есть вот есть нож ух нож я сейчас покажу вот нож вот нож это нож а вот это ножичек то есть видите разница несмотря на это он очень удобно лежит в руке вот это вот фрезеровка добавляет ножом очень уверенно в лежит несмотря на то что ручка тоненькой не очень заполняет руку и вполне можно застрогать за счет того что тонкая лезвие высокие спуски тонко сведем вот очень уверенно лежит еще за счет вот этой пальцевой выемки собственно еще раз пройдусь в общем удобная штука удобный маленький резачок формате и флипера мы селом стоят подшипники шариковые металлические остальные то есть флип такой не шибко пушечный я бы сказал то есть можно обычный человек возможно так будет выбрасывать то есть но наловчиться ничего не стоит здесь у нас наверно то же самое он даже чуть-чуть под разработался это то же самое так в общем по ну да вот здесь у нас все ровненько красиво исполнен еще раз повторюсь очень хорошо и в общем то из какой момент еще все-таки кайзеры есть кайзеры поэтому мне пришли там первый косяк на танграми я бы не сказал что это косяк ведь его даже не сразу поймешь что это косяк не знаю будет видно нет тут даже не видно значит тут есть надпись какая-то я не могу ее прочитать потому что вот видите она под накладкой значит там граммы продавали потом этот нож дешевле и описали обвели это место и описали что это бракованный нож он продавался там за 18 долларов если вы хотите чтобы надпись была нормально носим на сена и было читаем это как вам чуть подороже будет стоить там по моему районе 24 то есть они пристну мне не пристнуки не упоминали о том что это брак брак и прислали можно сказать с браком они меня любят особенно кайзер так что еще какой момент значит вот здесь у нас фаска видите переход он особенно в руке не ощущается вот прям потому что на него как-то вот так вот не ложится пальцу не сжимаешь вот на прогрессию не я сжимал видимо вот здесь вот вот это место как ты я чувствовал его его обклеил карбоном здесь теперь вообще все хорошо вот видите здесь вот так закругленный теперь все красиво здесь возможно тоже лучше так сделать но я не чувствую вот того что ты сжимаешь и прям неприятно видимо как-то не попадает может быть это острое место то есть фасочка это где-то вот здесь попадает на мягкое место очень не чувствуется это может быть это почувствуется когда буду строгать не строгал еще что-то по мелочи только застрогал так что еще давайте я значит сравнил его сантафе еще раз то есть у них он клейф это в общем то я хотел еще один сантафе одного формате флиттера ну в общем то я получил то что и ожидал более резкий такой но на шайбах про сантафе он такой у него такой хоть прекрасный что если бы вот этот сделали на шайбах это было бы я бы сказал даже лучше так у него есть еще один недостаток а именно это клипса клипса у нас такая же как на прогрессию не но если вы посмотрите внимательно сожалению здесь сложно это увидеть но на прогрессию не она она прям более полированные закругленные здесь она менее полированная значит это чернение но обычно полировку не трогает то есть полированный клипс так и остается она такая с более острой фаской это раз во вторых есть такая же проблема как была на прогрессию надеть на штаны вот эту клипсу просто невозможно невозможно потому что вот из-за этих видите острых вот этих вот пирамидок видите она находится прямо на этой пирамидке раз 10 одеть на штаны и штаны разлетятся делом просто гарантирую вот поэтому я его не носил еще на кармане именно по этой причине потому что мы просто не жалко штаны вот подправим под это немножко наждачкой и все это нормально будет и возможно эти фаски тоже сниму ну давайте разберем тогда уж вот ну длина сначала давайте сравним его так еще раз с его товарищами по цеху прогрессион и сантафе сантафе его чуть-чуть побольше чуть побольше вот так где-то миллиметров на 5 прогрессию прогрессию даже с миллиметров на 7 побольше вот так он будет в общем целом это в одном формате ножи маленький легкий из тонкая тонкое сведение тоненький клинок так теперь давайте сравним его с крысой вот так 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 вот тут конечно вот именно это нож это ножичек но это только ощущение такое как видите рабочая область у него такая же как практически как у крысы может чуть меньше ручку на сантиметр если не больше меньше больше чем сантиметр вот так по толщине еще толщина с крысой толщина с сантафе мне кажется это его первый конкурент главный несмотря на то что сантафе тоньше но вот вот эта фрезеровка кажется что и он потоньше ручка немножко ну вот вот по ширине так скажем это толщина по толщине сантафе без этих пропилов они одинаковые но с пропилами кажется что он тоньше так значит орион вес у него 98 грамм очень хорошо небольшой вес так значит толщина клинка у нас 2 и 8 меньше трех миллиметров тоже очень хорошо сведения 040 48 на кончике то есть 0405 даже вот только на кончике у меня 048 я намерил в основном 0 4 то есть это прям действительно тонкое сведение конечно никаких 0 2 0 4 вот и на мере ну давайте его разберем тогда и порежем построгаем для того чтобы вы смогли сложить мнение об этом ножи маленьком резачке да забыл про коробку красивая со всех сторон коробка оригинальная бла-бла-бла мне пришла еще и мятая не любят меня кайзера видимо нравится продавать бракованную продукцию здесь я вытащил была салфетка танграм в общем-то ничего особенно больше интересного нет как то разбираем санта файм я полностью разберу потому что я хочу еще решить вот этот вопрос с гранями ну то есть я его хочу немного сделать более дружелюбным так подшипники у нас стальные на клинке у нас немного грязи прокатка так по кстати можно посмотреть что было написано на клинке вот смотрите вот эту надпись не видно в принципе я не считает браком поэтому и даже не стал с ними разбираться распирается достаточно комфортно то есть фиксатор там никакого нету ничего графического не так собственно вот так что ничего интересного особенно нету пункт у нас вытаскивается она целиковая на лайнерах у нас также прокатка также как и на клинке шарик у нас стальной ну в общем то все тут собственно большие и разбирать то и нечего если у нас под восьмерочку как так же как осевой клипс у нас под шестерку кстати смотрите тут у нас есть даже фиксатор синий то есть где-то есть фиксатор где-то его нет повторяется так я их пройдусь наждачкой чтобы можно было их носить нормально так значит я убрал агрессию прошелся наждачкой в руке стал очень приятно и на штаны стал одеваться нормально не разрывать карман но при этом держаться хорошо ну разве что он стал казаться чуть меньше в руке в остальном принципе нормально а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...